На французских мобилах не знаю, что и вдоль на них не видать. Я первый, я первый, они подо мною, я вышел на перерез. Команда, подъем, стройся вегом, равни не направо, только нет уже друга за правым плечом. Военные песни, стихи и танцы подготовили старшеклассники ко Дню Защитника Отечества. В школе номер 7 микрорайона «Крутые ключи» для учащихся пятых классов провели урок мужества. Активные ученики девятых классов познакомили младших школьников с именами героев, в честь которых названы улицы микрорайона. Дмитрий Федорович Устинов был министром обороны Советского Союза и отвечал за вооружение Советской Армии. Именем героя России Виталия Жалнина названа улица, на которой проживает более 20 тысяч жителей. Главный бульвар микрорайона носит имя Ивана Ивановича Фенютина. Он участвовал в разгроме фашистских войск под Сталинградом, освобождал Беларусь и штурмовал Берлин. Эмиль Низамов живет на бульваре Фенютина. Говорит, до этого урока не знал, почему его улица называется именно так. Моя улица названа в честь героя. Он сражался в жестоком бою, но остался один. Но продолжил сражаться, за что получил звание Героя Советского Союза. Думаю, это вполне важно, чтобы дети, вообще в основном все, могли узнать какие-то интересные факты о своих улицах, о войне. Я считаю, что это воспитывает детских патриотизм и любовь к родине. В школе номер 7 учащимся с детства прививают любовь к родине. Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества проводят уроки мужества, направленные на формирование патриотизма. Силами учеников была создана Аллея Славы, на которой отмечены имена тех, в честь кого названы улицы в Крутых Ключах. Школьники самостоятельно занимались поиском информации и даже общались с семьями героев. Одно из самых сильных и благородных чувств, человеческих чувств, это любовь к своей родине. И очень важно, чтобы это чувство зародилось как можно раньше. В традиции семьи, детского сада, школы. Очень важно, когда дети не только являются зрителями, но еще и участниками. Дети наши должны знать, в честь кого названы, в честь каких героев названы улицы, где они проживают. В конце урока пятиклассники получили возможность рассмотреть экспонаты в музее школы, который носит имя Михаила Тимофеевича Калашникова. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...